запись пошла сегодня 12 марта светлана здравствуйте еще раз расскажите нам почему вы к нам обратились сегодня 12 мая они марта моя я я обратилась с теми же проблемами что и все то есть это мое участие в закрытой группе у елены это коллективные медитации ну и хотелось бы конечно проверить это контрольная проверка частоты тонких тел и на энергосферы если есть интерференция со стороны елена то конечно от них хотелось бы освободиться ну и от всех следов и последствий этих воздействий если они есть конечно если есть какие-то контракты это тоже от них освободиться и из своего опыта помимо участия во всех этих мероприятиях было мне еще тест пробные с елены то есть по-прежнему меня интересуют эти гипно трансовые методики то есть меня с ней был пробный тест сеанс на погружение то есть как-то это повлияло на мою энергосферу хотелось бы узнать и убрать интерференцию это розовая энергия любви то есть нас так наградили щедро этой энергии то есть хотелось бы тоже ее убрать и меня беспокоит еще со стороны творца первоисточника когда виктория освобождала на сеансе по исходу сеанса я вышла на уровень творца где он благословил меня это розовой энергии то есть прям такие розовые ну с ваших слов да да это было у нас было два сеанса это было 29 октября и 3 ноября а почему 2 ну потому что первый сеанс там с подсознанием у меня подсознание ушло его вернула назад а второй сеанс уже был когда было подсознание со мной понятно если виктория помнит я не помню я когда там я не помню что здесь и наоборот могут по исходу сеанса я вышла на 210 уровень на уровень творца где у меня благословил рода розовой энергии и вы сказали что такое в вашей практике первый раз чтобы сам творец благословил но это это понятно мне не понятно почему розовой энергии потому что я ее видела очень редко и меня вот это как постоянно шел какое-то такое как бы сопротивление этой формулировки потому что я не видела этой розовой любви у меня всегда такое было а почему розовая энергия любви почему она именно розовая откуда елена взяла это то есть это пришло она это начала использовать именно тогда как когда она вот то ли к этой секте подключилась то ли пошла к этой виктории ясной я не знаю что это но есть информации много разные куда она там пошла и не в одно место что она там искала все эти сеансы у меня скопированы то есть если как бы в качестве подтверждения что-то нужно переслать я могу это сделать я хочу уточнить потому что это очень странно я хочу это потому что я же тоже находилась под влиянием вы должны понимать совершенно верно да то есть потому что вот тарас если он видит что что-то появляется странноватое в сеансе он спрашивает посмотри внимательно с этой стороны поверни туда поднимись опустись присмотрись то есть совершенно верно со стороны елены когда вот она это начало говорить у меня всегда была такая вот дискомфорт но после сеанса с павлом где вы эту тему разбирали как раз по поводу этой розовой энергии понимаете эти темы они же всплывают вот вот я бы так и не знала ничего если бы люди не пришли если бы это не открывалось то есть получается так что мы сами вот открывается вот эта истина она открывается когда когда в эфирном пространстве уже какое-то идет критическое критическая масса когда она уже становится явным потому что они же это все скрывают я понимаю как послойно все открывается и меня беспокоит момент моих глаз я опять же напомню если вы не помните что и на меня и на вас была выставлена программа чтобы мы ослепли и мы вдвоем освобождались если вы помните вы еще бегали бегали мыть глазки если помните не помню не помните я встала прекратила сеанс и пошла мыть глаза да 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 помните да вот это как раз я была и вот там было воздействие на глаза у меня был огонь в глазах сейчас огня нету эти ощущения ушли но есть ощущение как будто у меня в глазах тысячи иголок вот крутые как будто бы глаза зафиксировано у меня вот такое впечатление центрального зрения вот или когда вхожу медитации я не вижу как рану меня только периферия вижу а какие медитации вы входите ну я пытаюсь самостоятельно это делать и по тестовым в этом не медитация как сказать тест на гипнобильность это поэта колоджерной фазе то есть он начитывает а я самостоятельно вхожу а вы скажите а вы видите когда вы погружаетесь в это состояние у вас вы видите я не знаю что я вижу то есть как это должно выглядеть и как это у меня происходит я вижу но я вижу то что я вижу то есть я не знаю насколько я вижу то есть видение у меня по-прежнему идут они приходят ко мне и во сне и между сном и явью и и вот в таких погружениях то есть у меня видение они ко мне приходят но они приходят у меня в виде символов каких символов вот допустим могу показать если вам видно вот такой символ это мне 33 дня назад пришел что я в белом покрывали венец на голове и вот так вот держу в руках но у меня вместо рук крылья она вопрос мысленно задаю вопрос телепатически что это за крылья мне говорят что это крылья белой голубки крылья как у ангела вместо рук вот так я держу земной шар на руках понятно от медитировали вас там по полной программе они как бы не в курсе это я самостоятельно все делаю нет нет вы же участвовали в групповых медитациях ада целины да я имею ввиду про колоджеры то есть это к ним не я почему так чуть-чуть ерничаю что медитация должна проходить но правильной медитации на что она как бы что это такое там медитация это молитва это одно и то же это разговор с богом это разговор сам с собой это обращение внимания внутрь себя для того чтобы себя там найти групповые медитации построены по принципу антимира что во мнении важно важно что там это противоположно так работает все в антимире потому что там внутри всего роя находится матка и она все стягивает себя у у нас светлой вселенной это наоборот центр внимания центр вселенной это каждая живая душа центр вселенной и все исходит от нее должна исцелиться душа когда она исцеляется это исцеление распространяется на все ее пространство если кому-то непонятно как отличить медитации и вообще техники разные пусть посмотрят что они там делают на на что они обращают внимание мне хочу сказать что мне приходило совсем иное нежели чем допустим вот когда она наташа пропадила с селены эти медитациями вообще другое приходило в этих медитациях не то что они транслировали у меня своя тема а вы были на той медитации когда это нападение было на этих всех людей время этой большой медитации месяц назад наверное было 5 марта 4 или 5 марта нет дело в том что я когда произошел вот этот ваш разрыв с еленой я с тех пор не участвовала вообще ни в чем то есть я удалилась из группы как насчет а ваше видео 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 у меня есть но она не выставлялась на нет ниже я почему спрашиваю потому что получается что мы работаем по несколько раз когда люди не пишут на физическом плане елене что они с ней разрывают контракт если они не пишут что они требуют убрать их видео с ее канала тогда идут нападения она имеет к ним доступ и мы работаем по два раза пока человек это все не сделает то есть должны такие все шаги быть сделаны ну я не знаю сохранила ли она елена мою не сохраняю некуда его сохранять если она не если бы нет в ютюбе значит его нет но у меня она есть его сохранила то есть эти два шанса не есть вот покажу глаз ну что глаза меня беспокоят то что зрение падает я уже в очках и вот это вот жалющее боли в глазных яблоках такое впечатление что кто-то не хочет чтобы не было физическое духовное зрение по-прежнему глаза это моя дня мы переходим в то время когда каждый человек должен открыть свой потенциал и открыть видение потому что это естественно для каждого человека конечно очень жаль но даже мы сейчас я вижу что мы еще далековато того времени когда каждый человек сможет это сделать но мы идем к этому и кое-кто очень сильно не хочет ну да впечатление такое что блок какой-то закрывает я не вижу вижу только вот боковым зрением на периферии центральное зрение у меня закрыто будем смотреть до светлана отключите микрофон готова века сейчас я посчитаю от пяти до одного ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние черные Три. Два. Один. Что ты видишь, где ты находишься? Я нахожусь в эфирном пространстве. Хорошо. На счёт три. На её эфирном пространстве эфирное тело Светланы. Светлана. Один, два, три. Я её вижу. У неё защитная сфера. Имеет правильную форму. Круглую. Но вот от левой ноги идёт такой шлейф с какими-то энергиями, как будто кольца металлические. Там несколько колец. И оно вот так вот перечёркивает её по диагонали. Её пространство проходит через глаза. Это как широкий такой ремень. А в глазах такие шубы чёрные. Они только в глазах. Они вот так как бы и в голову. Вот третий глаз. И в глаза. И вокруг глаз. И даже вот нос. Вот эта вся область. И оно идёт вот в сектор жертвоприношения. Так. Левая рука. Это правая рука. Правая рука находится вот в таком положении. Она чёрная. Почернела до локтя. На запястье такой же... Кремешок с цепью. Цепь тянется прямо в секторе интерферента. Вот туда, куда-то в портал. А рука стоит вот так как-то как бы на столе. Хорошо. А левая сторона какой-то имеет цвет прозрачно-изумрудный. Как разбавленная зелёнка. Вот. Из-за этого чёрного шлейфа. Вот видна вот такая какая-то зеленоватая почему-то сфера. Ну, у нас головой, как обычно, такая грипп такой. Считай эфирная ДНК. Светлана ли это? Это она. И спроси у неё разрешение на работу с ней и для неё. Она разрешает и она мне показывает, что там лаборатория, как я называю лаборатория, там возле левой её ноги. И они считывают её эфирной ДНК. То есть получается, что все люди, которые попадают к Елене Гелио каким-то образом, она подключают к этой магической, технократической машине. И как бы у них, получается, есть доступ к эфирному ДНК. Хорошо. Спроси у Светланы. Видит она, что происходит в её пространстве? Она говорит с нами. Знает. Хорошо. Тогда пусть она на счёт три покажет тот момент и ситуацию, когда она подписала контракт с ЕГЭ. Один, два, три. Давай с ней заберём все защиты на снятие магии и колдовства. Там закрывается эта картинка. Хорошо. Давай почистим пространство. На счёт три. Наше рабочее пространство очистится от всех эфирных ловушек, кривых зеркал, искажений, от морока, от всех защит на снятие магии и колдовства. И ты будешь считывать только истинную и правдивую информацию. Один, два, три. Да, я вижу, что защита снялась и Светлана вот так смахивает крыльями, как ангел, но у неё вот это вот на глазах. Я говорю, чтобы она сняла это. Это же её пространство. Зачем она это всё? Чтобы она видела всё хорошо. Я говорю, что она это может снять и пока положить вот туда на стол, где лежит её рука. Там, в этом секторе, где люди, вот эти, как я говорю, лаборатории, там какая-то начинается движуха. Я говорю, чтобы она их заморозила, чтобы они все замёрзли и не мешали. И пусть она заморозит эту штуку с шипами. Она это снимает, положила. И чтобы она заморозила, пусть она не мешает ничему. И пусть сейчас она показывает, в какой момент произошла эта подключка и подписание контракта. Я вижу, что контракт подписан был во время, когда оговаривалась дата проведения сеанса. Елена буквально получила эту подпись и отдаёт туда, в сектор жертвоприношений. Хорошо. Я вижу, ещё одна картинка идёт, потому что мне интересно, как это срабатывает. Когда была подключка, я вижу, что два раза была подключка. Первый раз подключка производилась во время сеанса. Светлана буквально ей набрасывает вот эту на глаза. А мне как будто бы какую-то соль или перец, что-то вот так бросает. какое-то такое вот вещество, такое мелкое. Я это почистила и второй раз я вижу Светлана уже после сеанса. Я вижу картинку, как я уже пошла, встала, пошла уже дома. Чем-то занимаюсь и сразу после сеанса набрасывается на неё. Но не сразу, она вот опускается ниже и тогда. То есть, когда она сменила пространство. Хорошо. Спросила Светлана, видит ли она, как был подписан ею контракт? Да. Хочет она его отменить? Хочет. Хорошо. Тогда пусть она зайдёт за секунду до того, как она подписывает этот контракт и напишет на нём «отменяю» или «расторгаю». И покажет, чтобы ты увидела. Да, она это сделала. Я вижу, как идёт откат. Её контракт выходит в сектор жертвоприношений. Этот сектор исчезает. Идёт вот где этот экран с Еленой. Угу. И это всё вместе с этими вот шипами, что на глаза, выходят в сектор магии колдовства. Вместе с этим телевизором, с этим изображением. Я говорю сейчас, чтобы Светлана призывала своё эфирное ДНК, очищала его от чужеродных энергий, чтобы она призывала все свои эфирные ДНК, все копии и подкопии со всех пространств, времён, вот, очищала, возвращала себе, запрещала считывать свою эфирное ДНК, чтобы она сейчас приказала Елене убрать все программы энергии, пусть она, не прикасаясь к энергосфере Светланы, убирает всё своими собственными руками и цепляет это всё на себя, это вот на глаза, эту штуку. Карму никто не отменял. Я вижу, что силы кармы как будто бы прицепливают к голове Елены Гелео, такой, как бы, защёлка, как на замок. Эту штуку, которая в глаза въедается. Хорошо. На руке оказывается эта цепь, и всё это быстро вытягивается туда, в портал. Я вижу, как идут силы кармы от Света первоисточника с этой стороны. И Светлана как бы её выносит быстро вверх, в верхнее пространство. Я говорю, чтобы Светлана просканировала всё своё пространство, проверила, цела ли её душа, все частицы её души на месте. Да, пусть покажет, целостна ли её душа на все 100%. Она показывает, что целостна, и она вот так закрывает. Хорошо. Я говорю, что она сейчас может выдолкнуть все чужеродные программы энергии, всё, что ей не принадлежит. А вот эти энергии, которые принадлежат ей Елене Гелео и её секте, и её этой черномагической матрице, Светлана может отправить в эту перерабатывающую систему на уничтожение. Эти энергии не имеют права находиться в нашей Вселенной. Эти жернова пусть отделяют человеческое от нечеловеческого и уничтожат всё, что не принадлежит человеку, всё, что не принадлежит нашей Светлой Вселенной. Она это делает. Хорошо. И снимает сейчас какие-то как бы кольца на пальцах. Я спрашиваю Светлану, что это? Что за это? Ну, это тоже как бы как-то входит в эту программу, которую ей поставили. И я уже заметила, что это зависит от... То есть всё делается наоборот. Если человек читал во время сеанса, например, помочь ребёнку, обязательно атака идёт на ребёнка. Если человек просит улучшить своё материальное положение, идёт отбор энергии, достатка. Люди бизнеса потеряли. Вот как Кристина, например, с Прибалтики и её муж. Огромные, огромные суммы денег буквально за месяц-два. Я говорю Светлане, чтобы она просканировала всё пространство всех своих программ. И нет ли там чужеродной программы на убытки, на отдачу, на потерю денег, денежной энергии. Я говорю ей, чтобы она призвала всю энергию свою, которую отобрала Елена Глео, посмотрела на неё. И хочет ли она её вернуть себе, она не хочет. Она заражена, она чёрная. Я говорю, что она может уничтожить эту всю энергию. И это всё очень хорошая идея была. Она свою энергию убрала. Я вижу, как в пространстве всё очистилось. То есть Елена Глео не имеет больше к ней этих привязок. Я говорю, чтобы Светлана ещё проверила. Расканировала все свои чакры, энергетические центры. Нет ли крючков и зацепок, за которые могла бы эта черномагическая машина прицепиться к ней. Пусть всё выдолкнет. Также пусть Светлана изменит своё решение в таких событиях. Пусть она изменит решение, когда она его приняла. Участие в закрытой группе ЕГЭ. А я-то думаю, что это такое? Из чего это она выползает? А это вот эта закрытая группа. Потому что я смотрю, Светлана как будто бы светлая, такая чистая, выползает с такой тёмной, как будто бы это какая-то кобура. Вот так, как кожаная кобура на замок. И она отсюда как личиночка вылазит с крылышками, только ангельские крылышки. Я говорю, чтобы Светлана зашла в область принятия решений и отменила это решение. Я вижу, что перед тем моментом, когда она это принимала решение, ей подсознание давало сигнал. Вот звучит тревожный сигнал, но она его проигнорировала. Хорошо. Она изменяет эту ситуацию, она отказывается. И я вижу, как эта чёрная плотная кобура, она просто с неё сползает, энергосфера увеличивается, и эта чёрная энергия просто рассыпается, как пепел. Хорошо. Также пусть она изменит своё решение принимать участие в коллективных медитациях. Ну, я вот вижу эту коллективную медитацию, и я вижу, как она призывает своё участие обратно. И она там имела чёрную энергию. Вот она там полностью заблокирована, чёрная. И я вижу, как эта энергия чёрная, которая её опутывает, она как бы возвращается в зону принятия решений и уходит в сектор интерферентов. И это место, где она там находилась, это оно похоже вот как будто бы стержень вот такой, на котором стоит Елена. А все люди вот так подключены, как будто бы на креслах лежат вокруг. Как карусель какая-то что ли. Вот так странно. И она своё участие отсюда забрала. И это кресло пропадает, всё уходит. Я говорю, чтобы она очистила полностью всё пространство на всех временных отрезках. И отказалась от участия в любых групповых медитациях. Потому что участие в групповой медитации – это всё равно, что выбросить свою душу. Чтобы люди ходили по ней и топтались, как на улице. Я вижу, что она как будто бы собирает свою душу обратно, то есть прячет её. Вот такой жест делает. Хорошо. Также пусть Светлана изменить своё решение провести пробный тренировочный тест. Сеанс погружения в трансовое состояние с ЕГЭ. И вообще отменит эту ситуацию. Я вижу, что во время погружения вот эта штука, которая у неё была на глазах, вот сущность какая-то вот пришла буквально давит, это всё сдавливает глаза. Потому что это было как бы условие, условие работы с ЕГЭ. То есть нужно было принять эту формулу, чтобы видеть то, что требует от неё ЕГЭ. От сознания Светланы от этого отказалась. Она не принимала. То есть её чистое намерение и светлая душа сопротивлялись этому. Она это отменяет. И всё это, я говорю, чтобы она взяла метлу энергетическую и вымела это всё в портал на уничтожение. Эти все энергии, да, обменила это событие, запрещающий красный знак. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации и идём дальше. Также пусть Светлана покажет, что это было за такое благословение от первоисточника розовой энергии любви. Я вижу, что внутри энергосферы Светланы присутствовала эта энергия. И я её видела. Вот я вижу, как моё вот это рабочее пространство, оно начинается. То есть я нахожусь как зритель за ним, за этим рабочим пространством. Оно вот как такой шар. И внутри этого шара оно вот как-то идёт вот так. Энергия розовая. Розовые очки. И вот это то, что я говорила, что я чувствовала вот какое-то сопротивление этой формулировки. Вот. И именно я сказала, что розовая энергия, потому что я её увидела. Но тогда я, то есть, расследование не было направлено в эту сторону. Потому что вот доверие к ЕГЭ, то есть то, что она делала, она каждый раз вносила какие-то элементы, к которым, ну, я её не учила этого делать, но она почему-то это делала. Хотя я обращала внимание, что аффирмации это на самом деле гипноз, что этого делать нельзя. Ну, вот это так и было. Сейчас я хочу проверить, осталась ли это розовая энергия любви, это приворот к злу в энергосфере Светланы. Я говорю, чтобы она нашла. Да, она есть. Угу. Но есть ли её в сердечной чакре. И от сердечной чакры идёт такой, как проводок, глаза, то есть вот так вот идёт от сердечной чакры к глазам, глаза. На глазах такие круглые, как лепёшки розовые. Угу. Я спрашиваю Светлану, это ей принадлежит? Это соответствует её эфирному ДНК или нет? Она это убирает. Хорошо. И она уходит в сектор интерферентов. Я вижу, что появляются такие морда, усики и лапки. И забирают эту энергию. То есть это именно в тот момент, когда Елена Гелео начала говорить об этих розовых энергиях любви. Это как раз упадает с тем временем, когда она обращалась к эзотерическим школам в поисках дополнительных каких-то знаний. То есть эти техники она брала в той эзотерической школе, где она находится или секте, скажем так. Угу. И оно туда ушло. И я вижу, как Светлана закрывает портал. Хорошо. И глаза. Сейчас она открывает. Сейчас я говорю Светлане, чтобы она проверила работу всех своих энергетических центров и убрала всё то, что мешает её ясновидению. Я вижу, что у неё на лбу, в области третьего глаза находится колдовская метка. Она чётко идёт такой дугой, толстой дугой в сектор магии колдовства. И она мне показывает руки. И у неё на руках тоже такие вот эти запечатаны эти меридианы чёрными метками. Я говорю Светлане, чтобы она показала, что её связывает ещё с этим миром, антимиром колдовским. Пусть Светлана покажет. Сейчас я вижу тот момент, когда Елена Вилева делает ей этот тест на гипнабельность. Вот лежит Светлана и у неё на глазах вот эти штуки с этими шипами. Я говорю Светлане, чтобы она убирала эти метки. Какую-нибудь баночку. И пусть отдаёт это эти энергии, эти метки тому, кому они на самом деле принадлежат. Я вижу, что она вот так вытаскивает эти метки. И они в руках, с рук там внутри тянутся такие как жилы чёрные. Она отдаёт это Елене. Они как-то с рук в руки переходят. Она вот это отдаёт, а оно входит в руки Елене. И вот эта чёрная метка с лба, она уходит прямо в лоб Елене. Но Елена в данный момент открывает рот и там из-за рта идёт как огромный чёрный язык, как у змеи. Я говорю, чтобы она заморозила эту Елену с её энергиями и отдавала ей то всё, что ей принадлежит. И вот она как будто бы выпрыгнула с какого-то пространства. Светлана с этого чёрного пространства она выпрыгивает. Я вижу, как у неё вот так взрывообразно начинает светиться шестая, седьмая чакра. И руки, вот такие лучи идут. Я говорю, чтобы она уничтожила все эти энергии, собрала вот это всё пространство. С этими событиями, энергиями. Закрыла все порталы, собрала это всё, призвала силы кармы. Это всё не принадлежит нашей Вселенной. И оно должно пойти на утилизацию. Я говорю, чтобы силы кармы сами решали, что уничтожить, а что отправить на утилизацию, а что оставить на потом. Мы не имеем права уничтожать людей, но мы имеем право призвать силы кармы, суд. Потому что нам это уже всё надоело. Да. И мы имеем право высказывать своё мнение, что мы желаем, чтобы эти колдуны с их энергиями, колдовствами были уничтожены на всех уровнях бытия. И отдаём это решение на рассмотрение светлых сил первоисточника. Я говорю Светлане, чтобы она почистила всё своё пространство, распространяла свет. Вот закрывает портал. Ну что, наполняться пора уже фруктальными энергиями. Я говорю, чтобы Светлана сейчас убрала все блоки из своей генетической памяти. Которые мешают собрать детей. Да, я вижу, как косичка заплетается, а вот где они переплетаются, там какая чёрная энергия. Я говорю, что это её ТНК, оно принадлежит ей, она может все эти блоки, программы, чужеродные конструкции убрать, выбросить. Это не её. Я вижу, что она это выталкивает как будто бы из себя вот эту матричную систему. Так, огромный желеобразный квадрат в портал, закрывает портал. Утилизации. Хорошо. Сейчас ничего мешает пробуждение генетической памяти. Она готова. Хорошо. Тогда пусть она нырнёт в реку времени и отправится назад в то время, когда в нашей Вселенной ещё не было врага, когда она была свободна. На счёт три пусть она совершит это путешествие. Один, два, три. Да, она возвращается. Я вижу её, она вымерла в пространстве, и она похожа на энергетическую птицу. Эта птица похожа на, как я говорю, жар птица. У неё длинная шея и крылья, они всё, эти фрактальные энергии. Закручиваются в узоры, цветы, в листки такие. Такой длинный-длинный хвост. Угу. Я её спрашиваю. И там считывается энергией такой девы. Но она другое тело, очень лёгкое. Угу. Я спрашиваю, как она себя чувствует. Она говорит, лёгкость. Я спрашиваю, нет ли врага. Она просканировала пространство. Говорит, нет. Нет. Я говорю, чтобы она возобновила своё эфирное ДНК. И той Светланы, которой является она сейчас. До этого эталона, который она нашла в своём прошлом. Чтобы она наполнилась этими энергиями, зафиксировала это состояние. И вот этот эталон совершенного ДНК. Да, я вижу, как она как будто бы накладывает ДНК одно на другое. Я говорю, что нам пора возвращаться. Хорошо. На счёт три Светлана вернётся в наше рабочее пространство. Один, два, три. Она возвращается. Я говорю, чтобы она ещё раз просканировала всё своё тело и убрала вот эту штуку, которая там на голове, и выбросила её. Какой-то Грегор чёрный. Грегор? Подключка чёрная появляется прямо к ногам. Я говорю, если ей это не нужно, она может сейчас пустить эту энергию, распространить энергию, фрактальную энергию жизни, свободы. По той подключке. Вместе с антивирусом. Пусть каждый, кто находится подключён к этому Грегору, увидит, кто есть друг, а кто есть враг, и научится распознавать энергии. Я вижу, как этот Грегор буквально превращается в энергии, они уходят, а чёрные энергии, они пожираются вот этими цветами фрактальными, перерабатываются и превращаются всё в энергии позитивные, высоковибрационные. Вот растворяется эта штука на голове, это её личная блокировка. Она начинает радоваться. Я говорю, чтобы она просканировала всё своё тело, физическое, все тела эфирные, энергетические, и убрала в сети блоки и программы всё то, что энергии, всё то, что мешает ей, её ясновидению, яснопониманию, яснознанию. А также всё то, что ещё мешает её физическому и духовному зрению. Пусть всё убрала. Да, что-то из вас как будто бы вытопнуло. Я говорю, чтобы она отправляла в квартал всё, что ей не нужно. Вот сейчас она как будто бы протирает глаза, и я вижу, как сияют её глаза. Я говорю, чтобы она зацикленность убирала. Вот она так поворачивает глазами, а у неё такие как бы стеклянные огромные сусорки. Пирамиды такие. Хорошо. Она их растворила, они рассыпались. Сейчас произошёл такой энергетический взрыв, и вот этот символ птицы, жар птицы, вот прямо такой оранжевый цвет, огненный, появляется в её круге. Хорошо. Спросила Светланы. Сейчас ничего не мешает её физическому и духовному зрению? Она говорит, нет. Хорошо. Так, ещё. Пусть она покажет своё родовое древо. Всё ли в порядке там? Нету ли там никакой порчи? Сейчас нет. Это было вот связано с этой… То есть, когда она обратилась за Елене Гелео на этот тест, она в эфирном плане, она как будто бы пришла на поклон к этим тёмным. Вот это именно было как бы… Она загрязнила себя этими энергиями. Но это всё ушло. Она это всё отменила. Я вижу, как это всё уходит. И родовое древо на данный момент чистое. Я говорю, чтобы она впустила энергию, потальную энергию чистоты жизни по всему своему древу, здоровья по всем коленам, по всех направлениях. передала информацию всему своему роду, чтобы каждый воспользовался и очистил своё ДНК, ДНК своего рода. Хорошо. Сейчас она мне показывает, что есть какое-то событие в прошлом, которое негативно влияет на её род. Я говорю, чтобы она показала и убрала эти причины, что это было за событие, это была какая-то война. Показывается, что где-то 18 век, какая-то война. Какие-то люди похожи на гусаров, что-то такое. Я говорю, чтобы она отменила все эти события и очистила всё своё пространство. Она это знает, как сделать и может. Она упирает это. Я вижу, как её родовое древо получает вот эту преемственность. Я говорю, чтобы она убрала этот блок, который мешает преемственности поколений. Она убирает это. Выбрасывает. Закрывает портал. И сейчас её родовое древо буквально засияло. И она становится ещё более лёгкой и поднимается в ещё более высокие пространства. Хорошо. Отлично. А вот такой ещё вопрос. Она вот нам показывала картинку, которую она увидела. Вот. Жар-птица или голубка какая-то держит землю. Откуда это? Эту картинку я сразу увидела. Как только я её нашла в эфирном пространстве. Это не землю она держит. Она держит свою душу. Это идёт переброс внимания. в внешнее пространство, чтобы отвлечь её внимание от себя. То есть, на самом деле, вот эта программа, обережная программа оберегать свою душу, не очень хорошо сработала. Фактически, она отказалась на всех уровнях своего сознания и подсознания от чёрно-магических энергий. Она не землю держит, она оберегает свою душу. Это именно обережная программа. Угу. Отлично. Хорошо. Спросила Светлана, мешает ли ещё что-нибудь сейчас? Ну, этот образ этой картины я уже видела. Снова он показывается на протяжении нашего сеанса несколько раз. Она говорит нет. Угу. Хорошо. Спроси, мы всё для неё сделали на этом сеансе? Да, она говорит да. Хорошо. Тогда мы с ней прощаемся. Угу. Отсоединись от всех и от всего. Угу. Да. Проверяй пространство вокруг себя. Всё ли чисто? Ну, да. Я на всякий случай это всё шандарахнуло. Светлыми энергиями. Угу. Всё чисто. Я тебе говорю, чтобы тоже распространил эти фрактальные энергии вокруг себя и взрывообразно волновой скачок сделал и если что-то есть негативное, пусть уходит. На счёт 3 я это сделаю. 1, 2, 3. Да, сейчас я уверена, пространство всё чисто. Хорошо. Тогда будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернёшься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя превосходно. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Открываем глаза. Светлана, включайте микрофон. Ну что, рассказывайте. Всё видели? Ну, я вижу по-своему по-прежнему. У меня своё видение. Я не знаю, насколько оно правильное, но ощущение вообще божественное. Лёгкость вот здесь вот на уровне души, сердечной чакры, моментальная. Здесь было прям как камень какой-то. Угу. И вот эти ощущения на голове, что постоянно даже вот на физике ощущалось давление, какая-то конструкция на голове. И вот в районе третьего глаза, то, что я показывала вот здесь, всё-таки эта метка оказалась магическая. Угу. И вот эти вот центры ладоней. Ну, это ещё было на сеансах освобождения проговорено про эти центры. И общее впечатление, ну, не сравнимое ни с чем. Энергии божественные. Спасибо большое. Большая умница. Вы нас вразумляете и возвращаете на этот путь истины. Мы как слепые котята куда-то стремимся, непонятно куда. В конечном итоге. Да, на самом деле каждый из нас исполняет свою миссию. Да. И всё. То есть это не я вам показываю, это мы все вместе учимся. Потому что мы находимся все, как говорится, в одной лодке, с которой убежать нельзя. Так что я очень счастлива, очень счастлива, когда вот такие светлые души, как ваша душа, как вы. Освобождаться. Возвращайтесь к себе. Это освобождение, это возвращение к себе самому. Потому что просто хочется кричать. Люди, да вся истина в вас самих. Куда ж вы ходите? Что ж вы творите? Потому что не видела ни одной эзотерической практики, ни одной медитации групповой, чтобы что-то пошло людям на пользу. Всё во вред. Всё это секты вот этой пирамидки розовой, как я говорю, сатанинской, да. Вот. И время пришло от этого всего отказаться. Всё. Это не нужно. Это ложь, обман, провокация. И сейчас каждый человек, даже если он начнёт верить в себя, в свои силы, он может от этого всего избавиться. С каждым днём мы же это видим, как всё легче и легче избавляться от этих негативных энергий. Согласна. Ну, это всё оказалось, как капусточка, настолько многослойной. Пока эти слоны отпадают, пока до себя докопаешься. Ну, мне повезло в плане том, что я художник по образованию, и у меня образное мышление, и вот эти вот образы, они мне помогают очень. Ну вот, а сейчас вы можете ещё учиться считывать эфирные ДНК. Что это? То есть видеть могут многие, но мало кто умеет считывать эфирные ДНК энергий. То есть считывать эфирные ДНК — это распознать, что это считать. Не просто плохо, хорошо, а просто по уровням, что это, чему оно соответствует, что это такое. Вот это, конечно, дар, который нужно развивать. Именно эта розовая энергия любви, так называемая, это проделки вот этой матрицы, которая эти наши способности естественные как бы покрывала, закрывала, чтобы мы не различали, что есть хорошо, что есть нехорошо, что нам нужно, что не нужно. Она не только закрывала, она ещё пожирала, она сожрала вот эту искру. Я больше 20 лет, я не прикасалась вообще к карандашу даже, не к карандашу, не к кисточке. У меня вот эта искра, вот это вдохновение, оно у меня ушло, улетучилось, его не было. И вот три дня назад мне впервые захотелось что-то изобразить, нарисовать. Вот ко мне пришло вот это видение с крыльями белой голубки. И мне захотелось это изобразить на листе. А вот смотрите, видите, вы видели всё чётко, то есть вы нарисовали именно то, что вы увидели, потому что я это считала. Но вот нужно спрашивать, что это? Понимаете, вот это, это не земля была. А мама светилась, такая красивая была. Потому что на самом деле наша душа — это фрактальная часть, маленькая часть, и земли нашей. Потому что земля — это большая фрактальная часть нас самих. А вся Вселенная — самая большая часть нас самих. То есть вот откуда оно идёт, то есть оно должно исходить всё из нас. То есть посмотреть внутрь себя, найти себя. Когда находишь себя, ты находишь вот этот первоисточник, эту искру жизни. Очень красивый сеанс. Хочется опубликовать его. Так лёгенько издалека, да? Как вы, Светлана, согласитесь или нет? Ну, вообще изначально не хотела. Нет, это ваше решение. Но мне хочется сделать приятное Виктории. О, не только Виктории. Мне хочется сделать приятное Виктории, да. Сколько людей учатся на наших сеансах благодаря тому, что люди разрешают публиковать свои сеансы. То есть на этих сеансах мы рука об руку идём все вместе к познанию истины, да? Согласна. Я с вами тоже. Да, не считаю, что настолько такая информация, что, ну, не знаю. Ну, а кто-то для себя что-то найдёт. Вполне возможно, да. Мне кажется, вот это очень интересно, что вы увидели вот этот образ, да? И вам не хватило вот одну капелюшечку спросить своё подсознание, что же это? То есть, в принципе, это вы правильно, да? Я ещё не сходила в тот сеанс, где я могла бы спросить. Я ещё просто не была там дальше. Может быть, дальше что-то бы я увидела. Потому что, в принципе, это правильно, да? Это и наша Земля, это и наша Вселенная. Но вы пропустили самое главное. С чего оно начинается? С нашей души. То есть, когда у нас будет такое мировоззрение и желание оберегать свою душу, вот это, тогда мы убережём и планету, и всю Вселенную. Ну да. Хранить. Хранить, да, да. Спасибо большое. Так, ну вы не против, да, если мы... Я не против, но если можно как-то меня закрыть, что ли. Хорошо. Благодарю. Хорошо. Спасибо огромное. Удачи вам в ваших делах, в ваших расследованиях. Вы тоже. Пишите. Вам нужно какое-то время, а потом напишите. Уже сделаем вам эту пробу на гипнабельность. Ну, вам нужно сначала сейчас это привести себя в порядок, адаптироваться, укрепиться. Вам нужно сейчас заняться собой. Согласна. Спасибо за всё, за информацию очень ценную, за ваше участие такое душевное и за ваше терпение, чтобы оно помогало. Спасибо. Да. За вашу дружбу, как я уже для себя приняла. Спасибо за всё. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо, Светлана. Тогда счастливо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.